В американских детских садах дети спят на полу в обуви и одежде. На улицах американских городов вообще нету кошек и собак. А еще американцы вообще не умеют производить шоколад. О вещах, которые абсолютно нормальны и привычны любому человеку, который живет в России, но которые очень странны или вообще отсутствуют в Америке, я расскажу в этом видео. Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк. А мы начинаем. Поехали! Я живу в Америке уже больше пяти лет. Всю жизнь до этого я прожил в Москве. И знаете, несмотря на то, что уже прошло больше пяти лет, все равно есть какие-то вещи, которые я понимаю, что к этому очень сложно привыкнуть. И конкретно сложно привыкнуть к тому, что очень много вещей, которые для нас, для людей, которые жили в России, в странах СНГ, кажутся, ну, уже, знаете, самими собой разумеющимися, здесь они либо странны, либо их просто вообще не существует. Давайте начну с тяжелой артиллерии, и это детские сады. Не то, чтобы в Америке нет детских садов, они здесь есть, они даже здесь есть бесплатные. Хотя многие думают, что тут детские сады только платные. Нет, есть государственные у нас в Калифорнии. Но суть не в этом. Чтобы вы поняли масштаб трагедии, надо посмотреть, где спят американские дети, и не только американские, которые ходят в эти детские сады. Помните, на чем спали вы, когда были в детском саду? Вот я помню, у нас были такие большие двухъярусные кровати с матрасами, с постельным бельем, все было классно. Мы там переодевались либо в пижаму, либо просто там у нас маечка и трусы была, и мы ложились спать, как, ну, нормальные белые люди. Здесь, друзья, американцы в детских садах спят вот на этом. Это какие-то типа носилок, такие пластиковые, на которых натянута ткань. Дети с собой берут просто подушку и одеяло. Спят прямо на этой ткани, которая не очень приятная. Но самая жесть, что они спят в обычной одежде, в которой привели. Они спят в обуви. В обуви, в которой они ходят на улицу, накрываются одеялом и спят. И такие правила во всех американских детских садах. Я знаю это на своем примере, потому что у меня дочка, ей уже больше 4 лет, и она больше года ходила в американский детский сад. И да, за неимением альтернатив приходилось ей спать вот в таком вот виде. В итоге сейчас она уже ходит у нас в русский детский сад. Он стоит, конечно, дороже, а американские детские сады стоят от 1000 долларов в месяц. Понимаете, да, вы платите 1000 долларов в месяц, и ваш ребенок спит на вот этом. Я даже не знаю, как это назвать, потому что это не кровать и не матрас. Короче, жесть. Вот такие вот дела. Но уже, я думаю, не одно поколение американцев выросло спя на таких вот штуках. Но, тем не менее, мне это все равно непривычно. Как бы мне не нравилась вся жизнь в Америке, но вот эта тема, по-моему, это полнейшая дичь. И я к этому не привык. Напишите в комментариях, что думаете вы. Раз уж мы заговорили про детей, то следующий пункт будет тоже касаться детей. В Америке вы не встретите детей, которые гуляют на детских площадках, просто ходят там по городу, к каким-то общественным местам. Одни, безврослых. Такого просто нет. Я не знаю, как сейчас в России это происходит, но в моем детстве, когда я рос, точно не помню, лет, наверное, с шести я точно гулял один. Да, там недалеко от дома, во дворе, чтобы мама видела с окна. Но все равно я помню, что мы всегда группами детей одного возраста всегда куда-то ходили. Там в магазин могли ходить, там к пить ким, быть жвачки. В Америке вы такого просто не встретите, потому что здесь пусть и нету никакого федерального правила, но в разных штатах есть свои законы. Например, что в Калифорнии, что, по-моему, в штате Иллинойс. На уровне закона запрещено оставлять детей одних, пока им не исполнится 14 лет. И это реально так. Здесь можно увидеть группы подростков, которые ходят одни. То есть, да, 14, 15, 16 лет. Но чтобы вот дети там, типа, 10-12 лет ходили одни, нет. Я там уже, помню, в первом классе один в школу ходил. Здесь вы такого вообще не увидите. И это очень-очень странно и непривычно. А в России, во всяком случае, когда я там жил, было нормально увидеть гуляющих по улице детей. Вообще, американцы, они очень сильно боятся за своих детей. Есть даже такая целая концепция о том, что восприятие опасности мира, оно растет обратно пропорционально тому, насколько реально безопаснее становится мир. То есть, есть в социологии такое исследование, что сейчас идет глобальная волна снижения насилия и вообще там каких-то насильственных преступлений. Это реально так. Это происходит где-то с начала 90-х годов во всем мире. Никогда еще мир не был таким безопасным, каким он есть сейчас. Но в Америке у родителей обратная такая история. Они думают, что наоборот, мир с каждым годом становится все опаснее и опаснее. Наверное, это связано с новостями, потому что новости концентрируют внимание людей на негативе, на каких-то преступлениях, там еще что-то, на каких-то маньяках. Это настолько мизерный процент, но к нему приковано такое большое внимание, что восприятие адекватное мира, оно меняется. Поэтому здесь люди реально думают, что мир очень опасный, надо там за детьми глаз до глаз, чуть ли не до 15 лет их за ручку везде носить. На мой взгляд, это дичь. Но что делать? Вот так вот устроена жизнь в современной Америке. Друзья, если вам нравятся такие вот ролики, сравнения России и Америки, что есть там, чего нету здесь, что обычно, что необычно, то ставьте лайки, чтобы я понимал, что вам это нравится, и я тогда буду снимать больше подобных роликов. Давайте наберем 15 тысяч пальцев вверх, если хотите, чтобы я снимал побольше вот такого вот рода контента. Это вам ничего не стоит, просто свайкнуть наверх, нажать на лайк и продолжить смотреть видео. Но мне и каналу это будет очень и очень полезно, потому что YouTube любит, чтобы вы показывали какое-то свое взаимодействие с контентом. Большое спасибо. Несмотря на такую сильную разницу между нашими странами, в некоторых вещах в Америке довольно легко обустроить себе похожий быт, пользоваться теми же продуктами, как в родной стране и вообще жить как в вакууме и не интегрируясь. Но какой смысл тогда вообще переезжать в Америку, если жить здесь на 100% как у себя дома? Основная причина, почему люди слабо интегрируются внутрь американского общества, это язык. Без английского языка крайне сложно двигаться по пути иммигранта. Подготовиться к небольшой поездке или даже к полноценному переезду поможет сервис по самостоятельному изучению английского языка, Puzzle English. Это сервис, который в игровом формате поможет погрузиться в языковую среду и создать языковой контекст с помощью отрывков из фильмов, шоу, песен, интервью, обучающих роликов и подкастов. Вы научитесь понимать реальную речь на слух с разными акцентами, а не дикторов с хорошо поставленной речью на английском, что особенно важно для жизни в США. Вот, например, есть классные упражнения для прокачки понимания на слух. Аудиопазлы и видеопазлы. В этих упражнениях надо собирать услышанную фразу из пазлов. Кроме этого, на Puzzle English есть и классические уроки, и тренажеры грамматики, и последовательные курсы для разных уровней английского. Время занятий можно построить под себя. Хоть 10 минут в день, хоть час. Можно даже дробить время занятий. Например, 20 минут утром, 20 минут днем и 20 минут вечером. Так что вам не получится оправдаться, что, мол, у вас вообще нет времени. Наверняка на YouTube вы сидите дольше. У Puzzle English есть тариф премиум навсегда, который дает доступ ко всем возможностям сайта и приложений. Сейчас на Puzzle English идет черная пятница. Возможность купить премиум навсегда с супер скидкой 75%. За 3690 рублей вместо 14 990 рублей. То есть на 11 300 рублей дешевле. С 13 декабря премиум навсегда больше купить будет нельзя. Тариф исчезнет, а вы упустите такую классную возможность. Переходите по ссылке в описании и начинайте уже, наконец, учить английский. И делайте это выгодно. Идем дальше. Следующее сравнение связано с магазинами. Живя в Москве, я привык к наличию прямо в 5 минутах ходьбы от дома круглосуточных супермаркетов, продуктовых магазинов. Помню, у меня был рядом с домом перекресток, который работал круглосуточно. Можно было хоть в 3 часа ночи пойти купить там себе мясо, пельменей. В общем, чтобы устроить себе нормальный такой царский поздний ужин. В Америке забудьте, здесь нет ни одного, я прям вот хочу подчеркнуть, чтобы вы поняли масштаб трагедии, ни одного круглосуточного продуктового магазина здесь не существует. К этому сложно привыкнуть. Поэтому, друзья, просто помните об этом, когда будете ночью или там после 11 идти в продуктовый магазин. Знайте, что американцы себе такого позволить не могут. В Америке в целом очень мало круглосуточных заведений. Даже вот, например, у меня на районе есть Макдональдс, в которой там вот написано, что типа МакАвто, здесь это называется Drive-Thru, оно работает 24 на 7. Но у меня было такое, что я в час ночи туда подъезжал, а оно закрыто. То есть иногда даже часы работы не совпадают. Вот так вот, американцы любят отдыхать и спать. И, видимо, круглосуточные заведения здесь не так нужны. Есть круглосуточные дайнеры iHope и Deniz. Это вот единственное, что я знаю. Остальные все всегда там закрываются в 9 вечера. Кухня перестает работать, и вы не можете вообще ничего поесть. Давайте поговорим о обычных для России товаров, но которых практически нету в Америке. Первое это творог. Cottage cheese по-английски. Так вот, то, что здесь называется творогом, это в России называется, знаете, по-моему, литовский или там такой, знаете, зернистый творог, такой, который в какой-то воде плавает. То есть у него совсем другая консистенция. Вот это вот в понимании американцев творог. Если вы хотите получить в Америке творог, который вот у нас творог, из которого можно там что-то лепить, там сырники сделать, это вам нужен farmer's cheese. И он продается только в европейских магазинах. То есть это всякие национальные магазины. Русские магазины, армянские, украинские, польские магазины, там вы такое найдете. Но они есть не во всех районах, не во всех городах. А если говорить про сетевые заведения, там вообще нет такого творога. Еще из таких вот товаров, которых вообще тоже нет в Америке, это нормальный шоколад. Может быть, необычно звучит, потому что в Америке полно шоколада. Но здесь шоколадные плитки, они, во-первых, очень тонкие. Вот, например, есть такая, самый крупный производитель шоколада в Америке, это Hershey's. И у них ужасный шоколад молочный, просто вот жесть его, ну, его просто противно есть. Настолько вот он никакой по сравнению с и европейскими, я уж там молчу, какие-нибудь швейцарские производители, типа Линд или там вот шоколад Милка, который здесь тоже продается в европейских магазинах, но в обычных американских вы его не найдете. Даже российский шоколад намного вкуснее американского. Почему американцы любят такой невкусный шоколад, я не понимаю. И последний из товаров, который нормальный для России, это йогурты, особенно питьевые йогурты. Обычно в России заходишь в любой магазин, то будет целый стеллаж усыпан разными йогуртами. На всех полках, разной консистенции, там вкусов, очень круто, в бутылках, в разных этих формах. Здесь нет, здесь есть йогурты только, которые, ну, с ложкой есть, а питьевых, ну, будет буквально несколько штук. То есть американцы вообще это не любят, не понимают. Американцы вообще, знаете, не любят вот молочку так сильно, как ее любим мы. Не знаю, с чем это связано, а если они молочку и продают, там какие-нибудь кефиры, то они будут либо low-fat, то есть с низким содержанием жира, либо вообще без жира. Почему-то американцы очень боятся жира, но при этом везде сыпят просто килограммы сахара. Думая, что от жира они потолстеют, а от сахара, видимо, нет. Ну, в общем, не знаю, такие местные странности и особенности. В общем, да, американцы не так сильно любят йогурты, как их любим мы. Друзья, поставьте лайк, если любите горячий чай так же, как его люблю я. Вот как происходит в любом кафе или ресторане на территории России, наверное, Украины, вообще других всех стран, вам на выбор дают много разных чаев. Они все, знаете, такие заварные, не просто пакетики, а в банках стоят, прям именно настоящий чай. Огромное разнообразие выбора. Вы их заказываете, вам приносят целый чайник, вы это наливаете, все классно, круто. Чем дороже заведение, там могут какие-то прозрачные чайники, какое-то шоу из этого сделать, там с этим сифоном или как это называется. Ну, в общем, понимаете, мы серьезно относимся к чаю. Для американцев горячий чай это вообще нонсенс для большинства. Для подавляющего большинства американцев чай ассоциируется вообще с словом tea, это автоматически значит iced tea, то есть холодный ледяной чай. В таком кувшине они заваривают сначала в пакетики, потом заливают это все льдом, еще сахара добавляют пару килограмм и потом вам приносят, наливают. Вот это вот для американцев чай. Горячий чай в Америке, в американских ресторанах, даже если вы придете в какой-то очень дорогой ресторан, звезда Мишлен, вам принесут набор из пакетированных чаев и скажут, выбирайте с таким, с видом, что типа это самый изысканный чай в вашей жизни. Где-то просто пакетики с чаем. Ну, короче, очень большой контраст. Поэтому, если вы любите чай, знайте, что придется чай добывать самостоятельно. У нас дома есть чайник, там заварки, все это дело. Но вот когда куда-то я езжу, я часто путешествую, бывает сложно. Знаете, пришел в ресторан, хочет потом вечером попить чаю, а там они предлагают просто какой-нибудь типа липтон в пакетике. Но что поделать, разная у нас культура потребления еды и напитков. Да, из горячих напитков американцы очень любят кофе. Они его пьют, ну, литрами буквально. Исторически так сложилось, что в Америке больше прижился именно вот такой, знаете, немецкий способ заварки кофе через вот фильтры. Когда вода пропускается через кофе, который лежит в бумажном фильтре, либо там каплями, либо еще как-то разные есть эти вариации. И получается такой очень водянистый кофе. Просто как, знаете, такая вода со вкусом кофе. И американцы не гнушаются. Вы можете чуть ли не литровый стакан такого кофе себе здесь в кафешке заказать, в каком-нибудь 7-Eleven, и спокойно поехать себе дальше на своем lifted truck в ковбойской шляпе и целый день пить этот литр кофе. Как вы знаете, в России, везде уже в каждом городе есть хорошие кофейни, где делают кофе на основе именно эспрессо, когда он густой, ароматный, когда вот ты чуть-чуть вот его пригубишь и прям чувствуешь, что кофе. Я всегда во всех городах, куда я езжу в Америке, я ищу такие вот кафешки. Они обычно здесь называются coffee roasters, обжаровочные. То есть, что они сами обжаривают зерна. Если они это делают, значит, владельцы знают вкус в хорошем кофе, и тогда там можно попить. Но в большинстве заведений, даже в самых крутых каких-то ресторанах, будет абсолютно вот этот ужасный фильтрованный кофе, который просто невозможно пить. Но американцы думают, что это лучший кофе на свете. Вот такие вот у нас различия. Завершая тему с ресторанами, я еще не был ни в одном американском ресторане, даже в самом-самом каком-то крутом там, пятизвездочном, с крутыми отзывами, чтобы на столе лежали зубочистки. Вообще их практически никогда нет, их надо просить у официанта, или в каких-то прям очень изысканных заведениях они могут быть в туалете. Но чтобы вот на столе лежали, такого нет. Еще практически нигде нету салфеток бумажных, чтобы, знаете, взять, вот как у нас вот ставят на стол прямо салфетки. Нет, вам приносит просто тканевую, которую там нужно на колени положить, и все, это единственная салфетка. Хотите что-то дополнительное, нужно просить у официанта. Такого, чтобы все лежало на столе, здесь практически нигде нет. Либо в очень каких-то дешевых заведениях, там фастфудов, может быть, будет какая-то отдельная стойка стоять, куда нужно будет подойти, взять салфетку, какие-нибудь там кетчупы, еще что-то. Но вот как у нас на столе почти везде лежит в России, такого нет. Ладно, что-то я чувствую, видео какое-то получается слишком негативным по отношению к США. Нет, я как бы не то, чтобы этому возмущаюсь, это просто непривычно, но это именно культурные различия. Это не значит, что Америка там загнивает, тут все плохо, кошмар, невозможно жить. Нет, просто небольшие такие вот наблюдения мои. Что нормально в России, но ненормально в Америке? Сейчас давайте камень в сторону России кинем, так уж и быть. В России нормально, когда вы приходите в какой-то дорогой ресторан, дорогой бутик одежды, какой-нибудь автосалон премиум автомобиля, не знаю, там, Бентли, то обычно обслуживающий персонал там начинает с вами разговаривать, ну, как знаете, свысока. То есть это вот тот самый момент, когда вроде как ты пришел покупать машину, но такое ощущение, что продавец-то круче тебя. Ого-го! То есть вот очень такое пренебрежительное отношение, так вот, типа, молодой человек, вы просто посмотреть пришли. Ну, вот в таком вот ключе. Или там, когда приходишь в ресторан, я помню, я ходил, не помню, что это было за место в Москве, но я пришел, но я понимаю, да, я выглядел, наверное, как студент обычный. Мне говорят, молодой человек, а вы ознакомились с меню? Типа, вы точно можете это позволить себе? Вот, то есть это нормально в России, в Америке это вообще невозможно представить. Здесь вы можете прийти одет вообще в пижаму, в худи, вам никто слова не скажет. То есть тут вообще по одежке не встречают. И это, конечно, плюс в сторону именно Америки, потому что тут именно вот отношение персонала к тебе никогда не будет таким вот, свысока на тебя не будут никогда смотреть. Это мне очень нравится, но вот в России такая какая-то культура понтов, вот это когда по внешности смотрят, там, какая у тебя обувь, что у тебя за куртка, какой у тебя телефон, какие часы, какая машина. На основе этого судят по людям. Здесь, в Америке, во всяком случае, туда, где я ходил, я пока никогда с таким вот не сталкивался. Если вдруг меня кто-то смотрит из местных американцев, напишите в комментариях, если вдруг сталкивались с каким-то таким вот плохим отношением в заведениях премиум-сегмента, так скажем. Идем дальше. Не знаю, как сейчас, но раньше, особенно там в детстве, когда я рос, в городе всегда было довольно много в России бездомных кошек и собак. То есть это нормальное явление, ты вообще как-то не реагировал, ну типа бежит собака и бежит. Ну какая разница, там, мало ли, что, сколько этих собак бездомных живет. В Америке, во всяком случае, в Калифорнии я ни разу нигде не видел бездомных кошек и собак. В Нью-Йорке я тоже не видел. Вообще, наверное, единственное место, где я видел бездомных не собак, а вот кошек, в Майами. Кто живет вот в Майами, друзья, расскажите, что там у вас такое? Почему у вас там так много бездомных кошек гуляет по улице вообще? Мне кажется, это уже ненормально после стольких лет жизни в Америке. Короче, в Америке очень трепотно относятся к домашним животным. Американцы вообще в целом очень любят домашних животных. Они есть практически у всех. Для них это настоящий член семьи, они там холят, лелеют. Но здесь есть законодательные требования по поводу хранения домашних животных. Вам нужно, во-первых, иметь обязательно документы на кота или на собаку. Вам нужно их постоянно прививать, ходить на осмотры. Вам будут приходить письма о том, что вы должны там и осмотр сделать, вы должны там сделать какую-то прививку. Если вы этого не сделаете, на вас могут наложить штраф, могут отобрать животное и вас еще могут арестовать. То есть в каких-то штатах есть и такие требования. В общем, очень строго государство заботится о животных. Всех бездомных животных здесь отлавливают, но не убивают, как показывали, по-моему, в каких-то мультиках. Нет, их отвозят в приюты, там за ними ухаживают. И затем можно из приютов их забрать. Как правило, это даже сложно сделать. Вообще, цены на котов, на собак здесь какие-то космические. Тут, может быть, какой-то обычный кот стоит несколько тысяч долларов, просто чтобы его купить, вот какого-то породистого кота. Настолько вот здесь большие цены, потому что американцы любят животных. Но бездомных здесь нету. А в России, помню, были. Напишите, есть ли они сейчас. Ну и последний пункт. Мобильный интернет. В Америке, не побоюсь этого слова, наверное, один из самых ужаснейших мобильных интернетов. Начиная с того, что он вообще непонятно, как работает. У меня вот, например, может показываться 5G. Вроде бы 5G, там типа сколько? Гигабайт в секунду должно быть. Но иногда у меня даже Google не грузится. Хотя показывает, что вот все палки есть, все равно не грузится. И непонятно вообще, почему это происходит. Иногда YouTube работает вообще как часы просто. Можно в 4К смотреть видосы, а иногда они грузятся вообще, как будто их на тапок сняли. От чего это зависит? Почему? Вообще не знаю. Но самое неудобное, вот что после России мне неудобно, это то, что здесь есть ограничения на раздачу, ну на точку доступа. То есть, что я, допустим, сижу с компа где-нибудь, хочу, допустим, в парке, где нету интернета, поработать. В России я бы как сделал? Я бы взял просто, раздал бы интернет с телефона на ноутбук и сидел бы себе работал. Здесь у меня, помню, был первый тариф, где, по-моему, было всего 50 мегабайт включено в мобильные точки доступа. Представляете, 50 мегабайт. В современном мире это пару страниц загрузить, и все, и у тебя уже они закончились. Вот здесь вот так, здесь это нормально. Плюс ко всему, здесь интернет мобильный, который пишет, что он без ограничений, типа безлимитный, он на самом деле лимитный. Они будут рекламировать, да, это там полный unlimited, у вас будет тариф везде. Но когда начинаешь спрашивать, а точно ли он лимит, начинаешь читать маленьким шрифтом, там будет написано, знаете, когда вы достигнете трафика там 1 гигабайт, 2 гигабайта за месяц, то ваша скорость упадет на уровень скорости 2G. И ты думаешь, блин, и за это еще платить надо? Типа минимум 50 баксов в месяц вы будете платить. Хотите точку доступа иметь, чтобы раздавать с телефона не 50 мегабайт, это, допустим, 500 мегабайт, это уже серьезно. Платите дополнительные там от 5 до 10 долларов в месяц только за это. Я не понимаю, как они здесь живут, когда здесь все эти технологии появляются первыми, внедряются здесь первыми, но настолько ужасный вообще интернет, я не понимаю. Про домашний интернет еще более-менее, но если вы хотите иметь в Америке быстрый домашний интернет, готовьтесь платить. Я, например, плачу 100 долларов за самый быстрый интернет, и то он самый быстрый только, по-моему, вечером. А днем от 5 до 10 мегабайт в секунду скорость скачивания. Там днем, а вечером может доходить до 30-40 мегабайт в секунду. Вот такой вот у нас тариф. Это самый дорогой тариф. На меньших тарифах мне просто невозможно было бы грузить вот эти гигабайтные видео, которые я вот сейчас снимаю. Такая вот особенность в России интернет, и что домашний, что мобильный, намного лучше, чем в Америке. Ну что, друзья, вот такие вот вышли пункты. Напишите в комментариях, о чем вы знали, о чем не знали. Как вы думаете, я перегибаю палку или нет, или все это вам кажется вполне себе справедливым. Опять же, я не говорю, что Америка плохая. Америка это идеальная страна для жизни, для моей, для моей семьи. В данный момент времени я осознанно выбрал, чтобы сюда переехать. Мне здесь очень нравится, но есть какие-то моменты, с которыми я просто не могу согласиться и не могу не сравнивать это с Россией. Поэтому вот такие вот у нас дела. Огромное спасибо, что смотрели это видео до конца. Не забудьте написать комментарий, свое мнение, поставить жирный-жирный лайк. Поделитесь этим видео с друзьями, особенно со своими родителями, которым интересно сравнивать, что там у Америкосов, что они там загнивают, не загнивают. Обязательно нажмите на кнопку колокольчика, чтобы не пропускать новые видео, а мы увидимся с вами в следующих роликах. До новых встреч, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова